Сегодня в Сыктывкаре торжественно открыли мемориальную доску и Бобраковой. Народная артистка России и заслуженный деятель искусств Коми АССР внесла огромный вклад в становление и развитие театра оперы и балета. Бобракова была его художественным руководителем и главным режиссером. Именно она стала идейным вдохновителем и автором фестиваля оперного и балетного искусства Сыктывкарса Тулус. Идея увековечения и ее памяти принадлежит Союзу театральных деятелей Республики. С 2013 года у нашего Союза появился большой театральный проект, который мы проводили в рамках празднования Международного дня театра. И вот буквально в 2016 и 2017 году в этот проект, который у нас ежегодно проходил на сцене Академического театра драмы имени Виктора Савина, мы включили еще одно направление. Мы стали проводить аукционы, продавать раритетные вещи театральных знаменитостей сегодняшнего времени и таким образом собирать средства на то, чтобы увековечивать память наших выдающихся театральных деятелей. Открытие мемориальной доски, приуроченной к 60-летию театра оперы и балета. Он был открыт в дни празднования Коми Автономии в августе 1958 года оперы Чайковского Евгения Анигин. В тот же вечер и Бобракова исполнила партию Ольги, а на следующий день в этой же постановке она сыграла няню. Субтитры создавал DimaTorzok